Абонент временно недоступен. Чтобы поспевать за стремительно развивающимся рынком, операторы связи вынуждены быстро реагировать на спрос. Опираться на свои внутренние ресурсы в этом случае недостаточно. Для привлечения новых идей в компании МТС решили использовать модель открытых инноваций. На мой взгляд, традиционные операторы связи, которые владеют инфраструктурными сетями, они просто принуждаются к открытым инновациям, потому что у них маневр для свободы остается очень незначительным. С одной стороны, у них падает маржа постоянно, падает прибыльность бизнеса. А с другой стороны, сети переходят к сервисному подходу. Обслуживанием сети все чаще начинает заниматься производитель оборудования, беря на себя большую часть задач, которыми раньше занимался оператор связи. Мировой рынок телекоммуникаций почти исчерпал возможности роста за счет предоставления базовых услуг связи и в дальнейшем будет расти на предоставлении дополнительных приложений. На смену обычным телефонным аппаратам пришли смартфоны. В 2011 году их было продано в два раза больше, чем в 2010. Это будет означать в том числе для многих людей саму смену даже парадигмы общения. Когда вы уже не просто говорите по телефону, появляется всевозможное сочетание сервисов по передаче коротких сообщений, голосовых сообщений, при которых сама идеология мобильного разговора как такового меняется. Появляется новая форма общения. И, конечно, по мере того, как интеллект телефона будет расти, таких решений, таких интересных вещей будет гораздо больше и больше. Дальнейшее развитие рынка телекоммуникации зависит от внедрения новых технологий и использования других бизнес-моделей. Роль нашего традиционного бизнеса должна снижаться, и мы должны больше предоставлять конечных услуг. И вряд ли мы найдем какую-то моноуслугу, одну единственную, которая по своему объему заменит полностью, например, голосовую связь. Скорее всего, это будет целый комплекс разных решений на основе наших сетей, которые мы сегодня строим. Для привлечения инновационных идей в МТС решили изучить предложения со стороны. В первую очередь молодежи, самой активной аудитории пользователей мобильной связи. Как правило, даже очень талантливому человеку практически невозможно продемонстрировать свои разработки в крупной компании, договориться о встрече, чтобы его выслушали. Чтобы посмотреть, что предлагают молодые изобретатели, оценить их проекты и выбрать нужное, компания МТС при поддержке Минкомсвязи России и Высшей школы экономики придумала конкурс «Телеком.Идея». Конкурс – это наиболее быстрый и очевидный путь для компании, которая до этого на рынке, скажем, венчурном не была заметна. На этот рынок выйти и, главное, выявить с помощью конкурса некие точки интеллектуальной инновационной активности, которые интересуют нас по нашей тематике, с которыми можно работать в дальнейшем, в том числе по постановке задач. Первый конкурс прошел в 2011 году. За месяц, отведенный на прием заявок, поступило около 200 проектов из разных регионов страны. В совет экспертов вошли специалисты МТС, представители Министерства связи, преподаватели вузов, а также независимые эксперты. Около четверти проектов прошли первый этап отбора. Критерии отбора, ну, они, в общем, в чем-то классические критерии отбора инновационных проектов по, ну, мы это всегда делаем по трем, так сказать, осям, по трем пространствам. Первое – это рыночные перспективы проекта. Второе – технологическая новизна. Третье – это команда, которая реализует этот проект, ее организационный творческий потенциал. Победу одержали четыре проекта. Кнопка жизни, медицинская сигнализация для инвалидов и пожилых людей, лесной дозор, система мониторинга и предупреждения пожаров, мобильное телевидение, мобильный медиакомплекс для предоставления видеоконтента пассажирам общественного транспорта и русский музей – дополненная реальность. Организаторы конкурса принципиально по-новому подошли к системе награждения победителей. Никаких монетарных призов объявлено не было. Люди шли со своими проектами для того, чтобы найти некую точку входа в компанию. Это стало для них основной мотивацией. Понятно, что они были простимулированы, награждены, и победители получили возможность сотрудничать с МТС, с ними были подписаны соглашения. Но изначально люди шли за интерес, потому что им было важно рассказать о своем проекте крупной компании, найти точки соприкосновения. И такие точки соприкосновения найдены. Уже подписано соглашение между МТС и авторами проекта «Кнопка жизни». Систему «Лесной дозор» планируется внедрить в Центрально-федеральном округе и по Волжье. В Сибири тестируется мобильное телевидение. Специалисты МТС очень активно попросили сделать так, чтобы доступ к информации о проектах, по крайней мере, на этапе рассмотрения заявок, на этапе экспертизы, он не был открытым. То есть в этом смысле это очень хороший показатель, на мой взгляд. То есть МТС вполне серьезно относился к тому, что он готов был найти там что-то серьезное, важное и нужное для своего развития, своего бизнеса. Еще один победитель — проект «Русский музей», разработанный уже внедрен при участии благотворительного фонда АФК «Система» и компании МТС. «Русский музей» в Санкт-Петербурге решил направить выделенные фондом деньги на разработку инновационного решения использования QR-кодов и мобильных телефонов для получения дополнительной информации о картинах, представленных в музее. Это смелое решение, поскольку в России, как правило, пользоваться мобильными устройствами в музеях запрещено, а здесь они становятся дополнительным источником информации. Для этого достаточно приложить телефон к специальному коду, расположенному рядом с картиной. Все будет собрано компактно, в мобильном приложении, и человек, прогуливаясь по экспозиции, может получить дополнительную информацию о произведениях, художнике, и то, что, в принципе, раньше оставалось вообще за кадром, о залах, о зданиях, об архитекторах, о стилях, то, что, может быть, даже иногда экскурсоводы пропускали. Интернет-портал конкурса «Телеком.Идея» интегрирован в социальные сети Facebook, Twitter и YouTube и является базой для создания и развития сообщества молодых людей, ориентированных на разработку и внедрение инноваций в телеком-сфере и смежных областях. В венчурной среде такое объединение называют «песочницей». Песочница. От английского «sandbox» — виртуальная или реальная площадка, на которой возможно двустороннее взаимодействие крупной компании и внешних сторонних разработчиков, отдельных людей или коллективов. Это может быть студенческая лаборатория при ВУЗе, которую поддерживает компания, так и тематическая группа в социальной сети, собранные под определенную задачу или проект. Песочница — это открытая структура, которая формирует сообщество студенческих объединений при ВУЗах и Центре молодежных инноваций. Она обеспечивает коммуникацию между такими сообществами и потенциальными заказчиками. Даже не обязательно сразу внедрять какое-либо новшество. В первую очередь важно обратить на себя внимание потенциальных инвесторов и привлечь деньги. Участники песочницы могут быть разбросаны по разным городам и ВУЗам, в отличие от бизнес-инкубатора, который организован, как правило, по территориальному принципу. Главная задача песочницы — формировать и поддерживать поток новых идей. Одной из таких игровых площадок стал Центр молодежных инноваций в Обнинске, который открылся в конце 2011 года. Когда мы искали возможные центры создания таких студенческих молодежных кластеров в области телекоммуникации, изучали в том числе инновационно-активные регионы и города, мы рассматривали Обнинск качество потенциального партнера. По понятным причинам это и близость к Москве, и наличие мощного интеллектуального потенциала. И здесь наши стремления действительно удивительным образом совпали с стремлениями и возможностями администрации Калужской области, которая выступила главным партнером по этому проекту. На 2012 год песочницу в Обнинске профинансировало агентство инновационного развития Калужской области в размере 2 миллионов рублей. Партнерами стали также компании Microsoft и CraftWay, которые предоставили Центру программное обеспечение и технику. Мы здесь планируем заниматься развитием и упаковкой идей. То есть непосредственным не развитием уже существующего бизнеса, а именно упаковкой идей, то есть их доработкой, чтобы эта идея стала проектом. Не всегда идея, которая родилась у человека в голове или у команды в голове, она не всегда коммерчески реализуемая. Вот здесь мы как раз таки делаем эту апробацию. У нас есть возможность эти идеи тестировать, апробировать, и после чего говорить, да, у этой идеи есть коммерческий потенциал, и это уже будет мнение не то, что одного человека, то есть разработчика этой идеи, а именно некого экспертного сообщества. Сотрудничество Обнинского центра молодежных инноваций с крупной телекоммуникационной компанией привлекательно и для инвесторов. Управляющая компания сбережения и инвестиций поддержала идею разработки мобильного банкинга в стенах Обнинской песочницы, потому что в случае успеха компания МТС готова взять этот проект себе. Только пока создатели приложения все детали держат в секрете. Если ты будешь сидеть и ждать проектантов, не проинвестируешь никогда. Заберут либо другие, либо кто-то, кто более активен. Дальше мы поставили на задачу, что мы ставим по некоторым из направлений, мы ведем проекты вообще с нуля от разработчика. То есть мы ставим ТЗ, у нас есть заказчик. Глобально поставили себе, что надо проекты под себя готовить с нуля. Стремительное появление большого количества свежих идей молодых разработчиков и студентов заставляет инвесторов постоянно быть в тонусе. Вовремя разглядеть и поддержать, на первый взгляд, совершенно нереализуемую идею трудно. Товарищ МТС предложил нам, экспертам, идею, по сути дела, вечного двигателя. То есть батарейки нового поколения, крошечный, вставляемый в любое мобильное устройство, в телефон, в планшет, который может работать без подзарядки многие годы. Мы развели руками, эксперты в шоке, реально проект тянет на Нобелевскую премию. Спрашиваем, чем подкреплено? Как посмотреть, как пощупать, есть ли образцы? В ответ нам демонстрируются огромные выкладки, физические формулы. Ну, в общем, для очень-очень глубоких специалистов, к сожалению, идея оказалась несколько, так сказать, не на той стадии разработки, чтобы могли в нее вложиться. Думаю, если придет в кармане с этой батарейкой, мы обязательно ее рассмотрим. Кроме возможности продемонстрировать свои творческие идеи, «Песочница» в Обнинске решает еще одну очень актуальную для молодежи проблему дальнейшего трудоустройства выпускников вузов по специальности. Самая главная проблема трудоустройства наших студентов заключается в том, чтобы получить работу, необходимо иметь опыт работы. Мы решили разрушить этот порочный круг и дать возможность студентам получать сертификаты от нашего основного партнера, это корпорация «Майкросонт». Часто студент выходит с хорошим багажом теоретических знаний, академических, скажем так, но он абсолютно ничего не понимает в нынешней современной практике. Он не работал с современными системами и, ну, собственно, не может быть просто так сразу же принят, как хороший сотрудник. Предполагается, что по заказу МТС руководство «Песочницы» будет из студентов подбирать команду для разработки того или иного проекта. У ребят появится возможность получить опыт работы над настоящим проектом в крупной телекоммуникационной компании. Для ребят это большая удача стать соучастниками проекта, который потом заработает в рамках всей страны. Выгодно это и оператору связи. МТС, как правило, мне кажется, малозатратные проекты, которые на начальном этапе могут делаться очень небольшими силами, то есть буквально силами нескольких разработчиков. А в дальнейшем уже оператору связи, либо венчурному сообществу, решать, насколько они будут востребованы, но в том, что предпосылки для востребованности есть, потому что, можно сказать, совершенно уверенно, потому что телеком в нашей стране является средой конкурентной и вынужден развиваться, и вынужден повышать свою прибыльность. Экономическую выгоду можно просчитать пока гипотетически, но по предварительным оценкам потенциальный эффект от идей, выдвинутых молодыми изобретателями и студентами на конкурсе «Телеком.Идея» и в молодежные инновационные центры может превысить 15,5 миллионов долларов в год. А наши телефоны станут намного умнее и удобнее.